Всем привет! С вами снова я, Ольга Романова, и мой канал Училка Физкультуры в Эмиратах. Сегодня у меня новый причесон, новый микрофон, только пришел с Алиэспресс. Значит, думаю, звук будет отличный теперь. Поэтому ставим лайк, подписываемся. Поехали! Что у нас сегодня за тема? То, что вы просили. Все для вас, для моих подписчиков. Спасибо вам за это большое. Ржаки с Училкой 2. Вы просто мне исписали весь директ. Оля, пожалуйста, Оля, пожалуйста. Очень прикольные истории. Не вопрос. Поэтому сегодня не одна история, а целых три. Погнали! Все истории у меня связаны с бассейном. Поэтому история 1, назовем ее сюрприз. Значит, заканчивается урок в бассейне. Урок был у класса девочек. Девочки идут переодеваться. Я ныряю, собираю иногда очки. У них остаются. Кидают и не забирают, не отдают нам. Очки обычно школьные. Плыву я по дну бассейна и вижу мобильный телефон. Айфон. Последней модели. Восьмерочка. Я начинаю думать, что я, наверное, как-то переутомилась за 5 уроков. Я ныряю, беру телефон. Он осязаем. Я могу его трогать. Телефон на дне бассейна. Люди. Фух. Я выныриваю. Обязательно кто-то на бортике есть. Второй учитель. Если со мной что случится, обязательно кто-то есть на бортике. Показываю телефон ей. Вижу по ее глазам, что у меня не глюки, что это мобильный телефон. Вообще мобилки запрещены в школе. У нас даже мальчишек детектором обыскивают. Мобилки не разрешены. У нас такой шок. Мобильный телефон в воде. Айфон. Дорогой. Мы друг на друга смотрим. Тут выбегает девочка. Видно, что она уже поплакала. По лицу видно, что телефон, видимо, ее. Мы ее зовем, говорим, иди сюда. Она подходит, говорит, пожалуйста, не звоните родителям, не говорите социальному работнику, супервайзеру. У меня будут проблемы, пожалуйста. Мы такие, хорошо, хорошо, успокойся. Мы не скажем. Как? Как телефон в воде очутился? Она говорит, ну я принесла его в школу, ну случайно взяла. В принципе, девочка хорошая, действительно. Я могу поверить, что случайно она его сунула в рюкзак. Наверное, там не обыскивали, телефон не нашли. Она говорит, чтобы не оставлять его в ящике, я оделась. У них же одежда такая, купальник, даже гидрокостюм такой мусульманский, с капюшончиком, закрывают руки, ноги и карманчики есть. Я оделась, сунула в карман и пошла плавать. То есть оделась, сунула телефон в карман, нет, чтобы оставить в рюкзаке в ящичке, и пошла плавать. Конечно, телефон выпал. И так получилось, что я его нашла. Ну, телефон мы ей отдали, никуда не пожаловались, и телефон потом работал, я даже спрашивала. Вот такой прикол. Ну, занырнуть за очками, а найти айфон, за это лайк, пожалуйста. А вот снова слышите звук? Машинка едет, газ продает. Все, уехала машинка, машем машинки, ставим лайки. Вторую историю назовем лимончик. Есть у нас дополнительные уроки плавания в бассейне после школы. Кто хочет, платит, и я веду их после школы. Ну, как обычно, я иду за студентами, собираю их и веду их в бассейн. Зашла я в джуниор билдинг, это младшее здание школы, забрала девочек, и одна из них идет, достает из рюкзака лимончик, начинает его чистить. Я начинаю смеяться, говорю, ты сейчас реально будешь есть лимон? Она говорит, да, мне все быстро поем, не волнуйтесь, пока дойдем до бассейна, я уже доем. Смотрю, ребенок действительно, как мы апельсинку чистить лимончик. Зачем я начинаю, представляете, у меня так лицо, так, я уже отворачиваюсь так, чтобы, не дай бог, девочку не обидеть. И вижу, что ребенок действительно, она ест лимон, как мы едим апельсин. Через пару минут остались только шкурочки, которые она просто выбросила в урну. Лебенок стоптал целый лимон. Тут я начинаю вспоминать, что действительно, когда я дежурю на перемены, я вижу у детей в судочках лимон, половинки, целые четвертинки. Но я вообще думала, это чтобы запах отогнать или просто, чтобы полить еду сверху. А оказывается, они едят лимоны полностью. Наверное, поэтому у них зубы такие белые-белые. В общем, в тот момент я все время так подергивала меня. Ну, вот такая вот история. И последняя история на сегодня, пожалуй, самая смешная. Шмыш, смешная. Назовем ее штанишки. Значит, был класс мальчиков. И обычно мы мальчикам даем свободное время и побольше, потому что переодеваются они быстро. А переодеться они должны быстро, чтобы успеть на следующий урок. Иначе, если они опоздают, проблемы будут уже у меня, как у учителя. То есть распихали мы мальчиков по раздевалкам. Они переодеваются. Мы смотрим, осталось 5 минут. Я выхожу и смотрю, один из мальчиков просто, не знаю, застрял, завис. Сел, сидит, на воду смотрит, все еще в шортах для плавания. Я так разозлилась, кричу ему, снимай штаны быстро. Он вскочил и быстро снял штаны полностью с трусами. Я стала орать, надень штаны быстро. Он надел штаны быстро, посмотрел на меня и сказал, мисс, ну вы бы определились. Короче, в Эмиратах ни в коем случае переодеваться в раздевалке нельзя. Так, просто в раздевалке со всеми. Только в кабинке и ни в коем случае не подвое. Мы за этим строго смотрим, это вообще нельзя, нельзя, нельзя. Так вот, когда я рассказала учителям нашему департаменту, они очень удивились, что действительно пятиклассник просто вскочил, снял штаны, потом одел, был готов на все, чтобы меня не подвезти. Ну, конечно, я его в раздевалку засунула, он успел быстро переодеться и на дорог не опоздал. Но дети здесь послушные, поэтому ставим лайк, подписываемся и комментим. Было это интересно и ждем ли мы следующей истории Ржаки 3. Всем пока, не расслабляйтесь.